Жизнь есть существование белковых тел. Один из первых признаков, почему у нас тянет на сладкое, у нас нехватка белка. Упругость кожи – это в том числе белок. Согласно личной статистике нутрициолога Антоновой, более 90% людей не доедают белка. Не хватает в рационе главного строительного материала для организма. И как раз сегодня вместе с Юлией Антоновой, нутрициологом и специалистом по правильному питанию, мы и выясняем, зачем нужен белок и как так получается, что мы его не доедаем. Мы недооцениваем белок просто потому, что мы не знаем, насколько он важен для нашего организма. Вообще жизнь есть существование белковых тел. Абсолютно все наши клеточки не состоят из белка. Если мы понимаем, для чего нам нужен белок, мы более осознанно будем делать выбор, когда мы едим вообще какую-то еду, готовим ее или где-то в ресторане. Большое количество белка нужно спортсменам. А если у человека такая, ну, ниже среднего физическая активность, нужно ли ему много белка и зачем вообще, за какие процессы в организме белок отвечает? Что такое белок? Белок нам дает чувство сытости. И он контролирует наш аппетит. Если мы белок не доедаем, мы будем постоянно хотеть есть. Также, если мы белок не доедаем, то мы будем постоянно хотеть есть сладкие какие-то штучки или мучные. Вот это один из первых признаков, почему у нас тянет на сладкое. У нас нехватка белка. Когда нехватка белка, у нас также страдают мышцы от этого. Мышечная масса уменьшается, потому что у организма нет вот этого питания, которым питаются мышцы, да, и он начинает уменьшать мышечную массу. К чему это ведет? Замедляется обмен веществ, человеку очень сложно сохранять свой вес, либо снизить вес очень сложно. И это ведет к тому, что человек, скорее всего, через время будет набирать вес. Белок обладает транспортной функцией. То есть все витамины, микроэлементы он разносит по крови. Это именно белок. То есть если у нас будет нехватка каких-то витаминов, но у нас не будет в рационе белка, хоть сколько бы, хоть горстями мы витамины будем есть, они не усвоятся, потому что нет белка. Мы уже выяснили про воду, что вода – это то, из чего состоят наши клетки, и чтобы лицо не было тусклым и сухим, обезвоженным, нужно употреблять определенное количество воды. А белок, он как-то влияет на, вот, в частности, женскую красоту, и вообще насколько наш внешний вид может зависеть от количества белка, которое мы употребляем. Упругость кожи – это в том числе белок. Вот женщину после 40 лет, если, например, она не пользовалась никакими средствами для продления молодости, можно увидеть, хватает у нее белка в рационе или не хватает визуально. То есть если очень много углеводов, то лицо будет такое отечное, такое немножко полноватое, а если белка достаточно, оно будет подтянутое. А с чего начинать утро? Кто-то говорит обязательно, утром нужны углеводы, кто-то говорит, утром обязательно нужен белок. Вот к какой точке зрения ты склоняешься? Утро обязательно должно быть сытным и должно быть сбалансированным. То есть однозначно белок дает чувство сытости. Углеводы, я помнишь, уже рассказывала, что они поднимают уровень сахара в крови, а нам это не нужно. Нам нужны витамины, микроэлементы утром. То есть утро однозначно для белка. Сколько все-таки нужно белка, ну, хотя бы минимум, для того, чтобы организм нормально функционировал? Это рассчитывается индивидуально, потому что зависит от того, мужчина это или женщина, есть физическая нагрузка или нет физической нагрузки. Но минимальное количество – это 1 грамм на килограмм веса. Нужно смотреть, сколько белка содержится в данном продукте, и тогда уже можно высчитать для себя, сколько нужно съесть того или иного продукта. С чем можно сочетать белок? Тоже такой популярный вопрос. Обычно говорят, нужно съесть отварного мяса непременно с овощами на пару. Но вот кроме вот этого, безусловно, правильного сочетания, с чем еще можно сочетать этот полезный продукт? Идеальное это сочетание именно с хорошими, правильными углеводами. Это большое количество зелени, это сырые овощи. Это идеальное сочетание будет белка. Есть белок растительный, есть белок животный. Животный белок – это мясо, рыба, птица, неважно, там отварная или неотварная. Это сыр, это яйца, это творог, это небольшое количество белка. Есть в молочных продуктах, это морепродукты. То есть это животный белок, основные моменты. Растительный белок – это чечевица, это нут, это маш, это киноа. Гречку я сюда не отношу, потому что больше углеводный продукт, там белка очень мало. Горох, фасоль – это белок. Соя – большое количество белка в сои содержится. Орехи, кстати, еще. Единственное, что с орехами нужно быть поаккуратнее, потому что они очень калорийные. Это еще один повод пересмотреть свой рацион питания и обратить внимание на то, достаточное ли количество белка вы получаете. Спасибо, Юля. Всем здоровья. Субтитры создавал DimaTorzok